Все отдали, всю свою молодость отдали. И вдруг так, раз, и увольняйтесь, и все. Со слезами на глазах Любовь Чернявская вспоминает, как начинала работать на ЦБК. Тогда, говорит женщина, никто и подумать не мог, что такое крупное предприятие может закрыться. А сейчас вместе с бывшими коллегами уже год приходится обивать пороги комбината и властей, чтобы узнать, когда же им выплатят долги по зарплате. В среднем каждому работнику должны от 60 до 150 тысяч рублей. Хочется быть человеком, людьми какими-то, чтобы действительно с гордой. Поднятой головой ходить, а не так вот, ходить, выпрашивать вот эти остатки нашей зарплаты. Проработала я здесь 8 лет. Три раза было при мне банкротство это. Но такого как бы не было. Что, начали краны резать. С дочкой остался дома, и все, жена работает, живу на 15 тысяч. Все. Продал машину, вот и живу. Целлюлозно-бумажный комбинат прекратил функционировать в декабре 2013 года. Более 250 человек остались без работы и без заработанных денег. В общей сложности Енисейский ЦБК имеет задолженность по зарплатам 20,5 миллионов рублей. На сегодняшний день на заводе трудятся еще порядка 150 человек. В основном это те люди, которые охраняют неработающие цеха. Причем трудиться приходится без воды и отопления. У предприятия нет денег оплачивать эти услуги. Электроэнергию на Енисейском целлюлозно-бумажном комбинате отключили еще в марте прошлого года. Причиной стала задолженность предприятия, составившая более 14,5 миллионов рублей. Очистные сооружения сейчас являются самым опасным, нефункционирующим объектом на ЦБК. Их никак нельзя оставлять без наблюдения, говорит руководитель профсоюза Валентина Федосеенко. Этот цех был предназначен для очистки промышленных стоков. И даже после остановки предприятия они могут выделять в атмосферу вредные вещества, если не следить за объектом. Но и он скоро может остаться без контроля. Желающих работать там все меньше. Там нельзя без надзора это оставить. Это такой объект, который без надзора оставить нельзя. Если ликвидировать предприятия, то очистные тоже нужно будет ликвидировать. Пока они ликвидированы, там должны быть люди, которые следят за оборудованием. О том, к чему может привести неработающий комбинат в черте города, специалистам известно. За последние 10 лет, сколько продолжаются проблемы на ЦБК, чего только не было. И сбросы нефтепродуктов в Енисей, и опасность выброса хлора, и гибели рабочих на неработающем предприятии. В Министерстве природных ресурсов края признают, потенциальная опасность есть, но тем не менее успокаивают. Есть определенные угрозы, но она охраняется полностью по периметру на данный момент. И в данный момент никакой угрозы не представляет окружающей среде. А если люди уволятся, которые контролируют? Данный объект останется под контролем и под охраной. Стоит напомнить, что за последние 15 лет процедуру банкротства предприятие переживало три раза. И каждый раз власти говорили, спасут, помогут и создадут новое производство. Если это не получилось в лучшие годы, получится ли это сейчас, в непростые экономические времена? Тем более, что по некоторым сведениям у полиции есть вопросы к экономике предприятия. Тем не менее, в правительстве сегодня пообещали, что в ближайшие полгода долги по зарплатам будут погашены. Екатерина Мук, Евгений Имайчев, Новости ТВК.